Ну что, рестарт еще один. Так, два рестарта даже, насколько я понимаю, правильно? А два зачем? А, они побежали, ну отлично, все, игра пошла. Второй тайм, второго на сегодня матча нашего турнира. Ну и как обычно все устремились у нас к точке Б, по пути, беря ближние флаги. Так, посмотрим, что у нас здесь происходит. Основное действие развернется на точке Б, центральной точке. Наверное, опять ее разнесут, как в том раунде. Никого пока не вижу, вот с улицы у нас заходит, насколько я понимаю, ДИС. Нет, а, это Ксира, да. Теперь у нас за американцев Ксира. И Один за русских ДИС. И Тевил. Между тем, успешно прибежал, не встретив никакого сопротивления, Один уже на башне. А ребята решили зайти сверху. Вверху. Есть ли в этом смысл? Просто время потеряно. Действительно, Ксира сейчас обороняется на балконе, вход с улицы держит. Хотя он, я вижу, что он не уверен довольно-таки в том, что снизу к нему не поднимутся, но все силы сосредоточены на улице у команды русских. Выключилось. Бляха, муха. Да, вырубился. Да, бесполезно. Пустил еще раз. ДИС, надо заходить как-то. Я не совсем понял, что делает Эвил, конечно, тут вот попытался все-таки ДИС пройти на балкон. Прошел, собственно. Но молодцы, заняли ребята балкон, пытаются перестрелять Козина, который залег на вышке. И у них это получается. Грена его все-таки добивает. А между тем, точка-то С-то уже где-то, и ребята из команды ДИС остаются совсем без точек. Сейчас им придется отбивать точку С. Я сейчас освобождаю, короче, стрим-то что-то не прерывается постоянно. Совсем понимаю маневры, надо оживлять, оживлять надо. Молодец, молодец. Обоих разносит Ксира. Точка С взята, и сейчас придется ДИСу с Эвилом идти с своей головки. Это уже довольно-таки плохо. И вообще вот эта вот точка С, она на самом деле берется довольно-таки тоже не совсем хорошо. И бронять ее плохо, и брать ее плохо. Потому что здесь куча всяких закутков, шконок, блин, и прочие нечисти тюремные. В общем, для меня, во всяком случае, довольно-таки тяжелая точка. Она не очень хорошая. Не люблю я ее. Лично я. Ребята пытаются зайти со стороны лаборатории. Это у нас Эвил пытается выйти. Ага, ДИС пытался зайти по дальнему проходу. Длинному проходу, который слева фланга, если смотреть со стороны русских. Но его выхлестывает Ксира. Так, между тем, ребятки все-таки просочились. Эвил у нас как истинный лазутчик просочился все-таки на точку. И они в данный момент где-то снизу. ДИС вышел с турникетов. Разнес Ксира. Так. Возня идет, конечно, но точка пока, ну, потихонечку пытается забелить. Да, наполовину дошло. Собственно, молодцы. Наверное, лучше переключиться на вид от третьего лица и посмотреть, что у нас происходит вообще. Посмотрим, что у нас творит Ксира. Ксира. Снайпер. Не знаю, есть ли смысл. Возможно, и есть смысл, раз идет снайпер. Ну, что, играем? Я, конечно, если честно, не ожидал, что будут снайперы у нас. Не, ну, мы сами обсуждали, что снайпер с сапогом и шариками. Ну, блин, тяжело. Приходится выбирать либо патроны, либо доктор. Ну, это да. Либо вариант, у нас был еще, так как знаем, что будем играть против вас с русной трусом, был вариант взять саппорта и подбирать аптечку от вас. Это, наверное, слишком сложно. Да, это тяжко. Итак, у Дисса никак не получается у них отбить ближнюю к ним точку. Вот вроде сейчас... Одина выхлестнули. Такая вот, прям, знаете, какая-то партизанская война идет на этой... На точке С. Одни сверху, другие снизу. Вот они друг за другом бегают. То есть, по сути-то, бегают все в одном месте, но по разным уровням. Вот. Выбежал в шоссе, он неудачно. Попал на Ксира, который его завалил. Один... Ой, Один, извините. Дис у нас в лаборатории, пытается с турникетов зайти. Стоило ли пищать? Борьба наверху. Дис все-таки молодец. Вносит Ксира. Смотрим, что же будет дальше. Начал флаг забеливаться. Опять же, бегать не по точке. Все-таки вот этот матч, он такой характеризуется вот этими, знаете, такой вот возней. Не то, что возней, а боями, именно вот на каких-то определенных точках, постоянными вот этими забегами. Все-таки, наверное, из-за того, что присутствуют в игре с обоих сторон снайперы, у которых стоят передатчики, и им не приходится бегать со стороны главки. Резаются они прямо у себя здесь на передатчике, близко, и происходит такая плотная борьба. Хотя, наверное, вряд ли ее назвать можно плотной, потому что куча уровней. Не то, что куча уровней, уровней-то два, но куча всяких закуточков. Камера открытых. Опять со стороны лаборатории идет атака. Дис пошел вниз. Эвил. Попробовал зайти сверху. Грена. Блин. Знаете, ощущение такое, кто кого обманет. Кто-то забежал в один проход, вдруг выбежал сзади и застрелил противника. В общем, какая-то вот такая вот идет борьба. Датчики движения. Да, плюс присутствуют еще и датчики движения. То есть народ видит, собственно говоря. Кто это дело, если на миникарту смотрит. Ой, ладец сейчас выбежит навстречу. Да, встреча его получилась неудачной. Ксиро его выхлестнул. Атака захлебнулась. Ребята активно теряют тикеты. И по сути у команды американцев, то есть у Ксира и Одина, стартовое количество тикетов 389 против 85 у команды русских. Что-то быстро они. Да, довольно-таки быстро. Хотя тут время идет незаметно. Опять идут ребята с лаборатории. Пробуют зайти с лаборатории. Атаку притаился Один. Встретил. Встретил Эвела. В углу, на выходе у турникетов. Засветил Диса. Дис ранен. На перекрестном огне, в общем. Был повержен. Опять попытка атаковать с главки. Тикеты улетают просто в путь. 44, 43, 42. Наверное, это последний будет атака. А скорость утечки тикета вставить стандартная? Стандартная. Ребята обосновались внизу. Поставили передачи. Кевилл выбегает наверх. Решил подняться со стороны центральной точки. Атаковать вверху. О, и кто-то, я не понял, это, наверное, был Ксиро, который спустился и упрыгал от Эвела вниз. Убить его не получилось. Эвел погиб. 8 тикетов, 7, 6. Размен. Итак, 398, 0. Ой, 388, извините, 0. Так, чему-то я ставил на взвод ДИСа. Да, и у нас побеждает. Темная удача.